Воскреси Христос, и ты изверху сейси! Воскреси Христос, и подоша демона! Крестный ход, пасхальные службы и литургия. Традиционно многие православные стремятся встретить Пасху именно в храме. В этом году в Покровском соборе желающих разделить радость воскрешения Иисуса так много, что не протолкнуться. Христос воскреси! Христос воскреси! Христос воскреси! Христос воскреси! Сюда пришел абсолютно разбитый, сил никаких не было. Христос воскреси! Весь день бежал просто. И к вечеру, когда Христос воскрес, все начали говорить Христос воскрес, у меня прям силы новые появились, я такое ощущение, как будто выспался. Для меня праздник Пасха – это что-то ценностное, святое. Как людей приучить к добру, к позитиву, к здоровью. У меня сестра служит в Дагестане, сейчас на данный момент очень сильно переживаю за ней. В этом году православные ждали Пасху особенно сильно. Причин тому несколько. За пандемию люди соскучились по торжественному богослужению, и в год вооруженного конфликта многие молят о скором его разрешении. О мире мой, чтобы пыль был на земле. Ну и дети, родители, чтобы были здоровы. Поздравить своих родных и близких с Пасхой, сказать им Христос воскрес, а не ответить воистину воскресе. И после этого прочитать молитву, ученаш, вкусить трапезу, и можно выпить воистину воскресе бокаловый молитв. После пасхальной службы у прихожан была возможность причаститься, чтобы стать ближе к Богу, очиститься от грехов и уверовать в торжество победы над злом. София Цынко, Вадим Быстревский, День с толком.